Мам, ну как ты себя чувствуешь, мам? Колоссальное облегчение, а мам? Вот он, наш флаг родной. Ой, ну вообще, красота. Что? Да, да, но все равно приняли заявление, это уже большое дело. Так, здесь такие колоссальные работы идут, строительные. Все, все там перекрыли. Вот, американская полиция нас охраняет. Все, пошли. А тут какой-то тоже американский флаг. Так, тут украинский флаг. Вот, все пучком. Идем домой. Идем к метро. Ой, с большим чувством выполненного долга. Вы знаете, такой челлендж. Ну, такие приятные люди там все, да? Приятные. Вообще, атмосфера другая. Скажи, раньше была, раньше все были как собаки злые. Туда раз в сто лет попадешь, и все время, все время там было очень всегда напряженно. Все были злые, озлобленные. Сейчас нет, сейчас нет. Так, переходим сюда. Так, идем за мной. Вот, сейчас другой-другой настрой. Даже привратник. Всегда там был привратник очень злой. Они были разные, но они все были злые привратники, которые встречали. Очередь, толкотня. Ну, сейчас по записи все нормально. Вот, так что в их уходе. Чувство выполнено долга. Я когда шла к этому посольству, когда мы там сидели, там такие диваны красивые. Вот, старинные люстры. Снимать, конечно, там нельзя. Телефон оставляли на входе, под замок. Вот. И что я хочу сказать. Я вспомнила Генбао, учителя. Моего приятеля, моего знакомого, который учитель, да? Он в китайское посольство не пойдет. Сказал, никогда. Никогда. Даже там надо было вопрос о наследство. У него брат в Китае. И он хотел там вопрос о наследство, чтобы брат хотел от него. Чтобы он ему там, как бы, отказной от своей доли в отцовском доме, там что-то такое. Он сказал, нет, я не появлюсь в китайском посольстве ни за что. Он сказал, что были случаи, люди приходили в посольство и не выходили оттуда. Вот такое. Вот такой ужас. Вот такая страна. При всем при том, что она развивается семимильными шагами. При всем при том, что как бы все здорово, все классно там. Многие наши сейчас в Китай уезжают жить и не хотят возвращаться. Несмотря на сложный язык. Но он сказал, нет, я ни за что. Рисковать я не буду, говорит. Вот так вот. Понимаете, какое дело. Он сказал, что там людей на органы запросто, кто попадает в тюрьму. Тех на органы запросто потом расчленяют. Американцы приезжают. Там новые почки нужны, печень, сердце. Вот эти люди, которые сидят там за любые вопросы. Так, идем дальше. Идем дальше. Идем, идем. Вот эти люди потом. Можно приехать в Китай и себе сделать все, что угодно. Да, сидят люди за религию. За... По религиозным вопросам, кто попал туда. По политическим. Ну там, криминал не особо в Китае. Но даже и по вопросам криминала. Короче, этих людей потом никто ничего не спрашивает. Они просто потом исчезают в недрах, тюрем. И все. Вот такой ужас. Вот такой ужас. Вот. Так, пожалуйста. Улица Нью-Йорка. Это уже другая. Это мы идем по Мэдисон. Мэдисон. То мы шли по второй, а это по Мэдисону мы идем. Ну раньше, раньше было хуже в нашем посольстве, сказать по правде. Более были все агрессивны. Вот это мы сейчас заметили. Даже привратник толковый и спокойный. Вот. А те, которые... Вопросы по спорту вообще исключительные люди. Все доброжелательные. Разных возрастов, но все очень доброжелательные. Это приятно. Вы знаете, это приятно. Так. Так что, вот видите, деревья есть. Их не так много. Леса, стройки в Манхэттене всегда и постоянно. Это напрягает. Все время у них какие-то леса и стройки. Я не понимаю, что они все строят. Это везде в Манхэттене. Леса и стройки. На разных улицах. Так, переходим, мам. Идем дальше. Туда нам было сложнее, потому что, оказывается, надо было сесть на 86-й и доехать до Мэдисона. А потом дойти до 91-й. А я почему-то думала, что мы на 91-й проедем. И не тут-то было. Мусор, кишун, гам, тарарам. Но окна у всех с... Как это называется? С звуконепроницаемой, поэтому ничего не слышно. В основном у всех такие окна. Вот можно купить. На улицах продают. Там холодную... Холодную воду. Что-то еще. Так вот, чтобы... Делать свой бизнес. Испанцы. Испанско-говорящие мексиканцы там. Там, кстати, парк недалеко. Прямо вот здесь. Мы идем параллельно этому... Центральному парку. Очень красивый. Здоровский. Я всегда после посольства заходила в парк. Но с мамой, конечно, не хочется сейчас никуда тащиться. Вот, видите, вон там парк. Прямо совсем близко. Ой, мама такая довольная. Тяжело. У меня там колено разболелось. И, короче, еле дошли пешком. Ну, идем дальше. Немножко осталось. Это 86-й. А это какая? Это 88-я. Два маленьких блока. И что интересно, мы достаточно быстро все сделали. Вот раньше была живая очередь. Это был какой-то вообще... Мы просто штурмом брали. Мы там для всех близлежащих домов... Вот это русское посольство было... Ну, как бы, как сказать, российское посольство. Не русское, российское посольство. Оно было, как бы, знаете, таким челленджем. Потому что... Ну, как бы, мы им создавали такую плохую репутацию. Крики, гамм, рогань какая-то все время. Там люди, кто мимо ходил, они все время думали, какие же русские ругачи. Что ж, они все время ругаются. А потому что штурмом брали посольство. Это живая очередь. Ну, в общем, короче, кошмар. Сейчас они все сделали через сайт. Все, как бы, стало попроще. И, в общем... Раньше это штурмом брали. Крик, шум, гамм, тарарам стоял несусветный. Это ужас. А сейчас с нами там девушка сидела. Она сказала, что... Так, встанем, встанем. Что... Она сказала, что вообще можно записаться на следующий день. Она распечатала и на завтра себе сделала appointment вот сюда. В посольство. То есть, ну, как бы, спокойно стало все. И там внутри быстро, спокойно все, да? На чем-то... Ну, не знаю, видимо, упорядочили... Упорядочили, пошли. Упорядочили то, что все стали делать онлайн. Как бы, не надо вот этой живой очереди. Что все примчались, 300 человек. И стоят там. Так, давай, мам, осторожно. Вот. Сейчас вот на 86-й мы сядем и поедем. Вот. И парк близко. Вообще расположение посольства очень-очень шикарное, шикарное. Прямо это дорогущий район, честно говоря. Вот видите, раньше какое было отношение к России. И они выделили вот это вот здание. Я не знаю, там оно куплено или на сколько лет оно куплено. Вот. Поэтому, я не знаю, прекрасный район, прекрасное здание. Там есть для людей, видимо, для работников апартменты. То есть там еще к самому этому зданию прикреплено там. Там, знаете, оно очень большое. Большую территорию занимает. Но принимают, конечно, вот нас сейчас с паспортами в маленькой такой территории. Маленькой там. Там три комнаты вот такие и все. А раньше-то, ну, там еще, когда шел ремонт в этой части, то в другой. То есть оно как бы из двух частей состоит. Чтобы, если ремонт в одной части, то в другой принимают людей. И, конечно, еще дом для работников. Работников посольства. Вот так вот. Есть свои плюсы житья в Нью-Йорке. Не надо никуда ехать, мам. Люди едут. Есть только Хьюстон, Нью-Йорк и еще какой-то город. Ну, посольство в трех городах. Хьюстон, Нью-Йорк. Ладно, все, перейдем на ту сторону, садимся на автобус. Сейчас сориентируемся, куда. Вот тоже леса какие. Видите, что? Что вот они делают с этим домом, да? Вот красивый дом, шикарный. Видите? Какой шикарный дом. Рядом с центральным парком. Это не самая первая улица от центрального парка. Это вторая улица. Но тоже великолепная. Что-то все строят и строят, строят и строят. Туда. Вон, переходим. Вот, они все продают и продают. На этом делают денежки. Вот, все продают. Бутылки с холодной водой. И не прикопаешься к ним, что нельзя. Типа они скажут, мы сидим просто так, сидим. Вот, люди подходят, покупают у них. У нас комфортная погода сегодня. Шикарная. Вечера уже такие прохладные. Ночи, ночи прохладные. А днем, вот сейчас прямо, не знаете, 24 градуса. Вот так вот. Я узнаю, узнаю. Вот так вот показывает. Много в масках. Много в масках опять почему-то в автобусе людей. Ну, мы уже чем-то переболели. Мама чихала, не приставая. У меня горло. Жарят чуть-чуть, подкашливал. Чем-то переболели уже. Я просто удивляюсь, сколько. Много в масках уже людей. В масках. Не знаю, опять что ли что-то ходит. На улицах нету в масках, а здесь есть. Прямо удивительно. В автобусе люди больше боятся, чем на улице. На улицах никого нету. В метро мы никого не видели. Ни одного человека. Кстати, про метро. Про метро, кстати. Ничем не пахло. Никаких бомжей мы не видели. Все прекрасно. Вот я не была уже не знала сколько в метро. Все прекрасно. В метро было все прекрасно. И сейчас на обратном пути покажу вам немножко метро. никаких не было ни грязи, ничего, ни запаха, ни бомжей, никого. Так, шикарно. Вызываем. Вызываем лифт. Вот откуда мы приехали, сюда мы вернулись. Вот туалет. Работают. Все прекрасно. Все чисто. Никакой там грязи нету. Все. Вот 86-я. Все. Лифты работают. Экскалаторы работают. Все прекрасно. Все. Едем. Стилл 3 минуты. Так. Все, мам, пошли. За мной. Из песни. Вот так прогулялись, проветрились. Вот можно даже что-то купить. Кофе, булочки. Прекрасно. Все, даже, наверное, уже идет. Я так думаю, что уже идет. Мам, ты заметила, сколько в автобусе было в масках людей? В автобусе было бы укрене много в масках. Да? Ну, не было. Не было столько. Вот сейчас опять. Опять. В метро мы ехали, никого не было в масках. И на улицах никого нету. А вот в этом автобусе, где мы были, много было в масках. Пустой поезд. Почти пустой поезд. И никаких бомжей. И пахнет хорошо. Пока мы стояли в небольшой очереди, значит, перед нами был мужчина. Перед нами был мужчина. Перед ним стояла молодая пара. Парень с девушкой. Они только год как в Америке. И он как только влетел, мы как бы вместе подошли, он перед нами влетел. И сразу с этими ребятами стал говорить. Сразу. С разбегом. Стал, значит, им говорить. Вот, я 26 лет в Америке. Я возвращаюсь в Россию. По-моему, он сказал, в Россию, да. Все. Значит, я хочу сохранить свою дочь. Я хочу сохранить свою дочь. Мама, папа называть нельзя. Значит, пол свой как бы озвучивать нельзя. Но я не стала вмешиваться. Я потом ему сказала, когда его туда внутрь зазвали и девушку, а парень остался, потому что он просто был с девушкой. Я потом ему говорю, что за бред он вам говорил. Вот я работаю в школе. Все называют мама, папа. Все озвучивают свой пол. Мальчик, девочка, если хочет ребенок, если ребенок в старшей школе приходит, какого-то неопределенного пола, мы должны спросить, как ты хочешь, чтобы тебя называли? Хи, ши или зэй? Зэй – это значит, как бы, они. То есть есть дети, которые хотят, чтобы их называли так, а другие так, а третьи, которые вообще не определились, они хотят, чтобы их называли зэй. Вот. Ну, то есть вот так вот, понимаете? У меня никогда не было никаких проблем, чтобы дети называли мама, мама, папа, папа. И вот он все мозги прокомпосировал этой молодежи, двое этой папе. Потом он вошел туда, внутрь посольства, в окошке он все мозги прокомпосировал той женщине, которая с ним занималась, пересказал ей слово в слово все то же самое. Вот. Значит, что я хочу сохранить себе дочь, я возвращаюсь, я боюсь употреблять, а мужчине, ну знаете сколько, ну лет к 60, какой там он хочет дочь сохранить, я не понимаю, кого он там хочет сохранить или что у него там, маленькая-маленькая бебечка, что ли, я не знаю. Ну, короче, вот такие пироги. Ну, короче, вот эти песни, это песни неудачников, те, которые не получили ни образования, ни толковой работы, которые вот 26 лет вращаются среди русскоязычных, возможно, я не знаю, которые совершенно в ограниченном таком мире живут. Не знаю, есть ли у него документы американские, не знаю. Ну, короче, вот молодежь приехала, а он им сразу, сразу мозги им компонсировал, представляете, вот этим молодым ребятам, я говорю, эта страна для вас, вы здесь все сможете, все сможете. Кому приезжать, как не молодым, только молодым и надо приезжать в настоящее время. Девочка подошла, сказала, хочешь купить что-то у меня? Мальчик с телефоном. Ну, это, конечно, противозаконно, эксплуатировать детей. Это противозаконно. Ну, ладно, буду отключаться. Вот, зарабатывают свое, ой, пальчик, зарабатывают свою копеечку. Купили, допустим, там за доллар, продадут за два, да? Вот так стараются копошаться. И им лучше здесь, чем в Мексике. Вот, пожалуйста, казалось бы, чего им здесь делать, да, этим, ну, людям без документов, скорее всего. Вот, значит, им лучше здесь, чем в Мексике. Они-то не рвутся обратно в Мексику. Да, я смотрю, все китайцы в масках. И они всегда в масках, конечно. Они до ковида были в масках. Но, значит, опять что-то ходит. Опять что-то ходит. У меня очень болело горло какое-то время. Значит, опять что-то ходит. Какое-то письмо пришло из Диуэйдж тоже, что, видимо, ковид скаканул опять. Ну, это такой вид ковида уже, конечно, ослабленный, не то, что было, но что-то опять, что-то опять гуляет. Так как к осени, так всегда начинается одна и та же история. Летом все забывается, а потом опять какую-нибудь штуку распрыскивают, мне так кажется. Фармакология хочет себе это. Денег побольше. Вот сколько мы шли, да, сколько мы ехали, нигде ни одного бомжа мы не видели. А кто про бомжи не говорил? Да кто-кто? Тот же Алекс Брежнев про бомжей замучил всех. Где он их выискивает? Очистили уже город. Ну, попадаются, наверное, где-то кому-то как-то, но уже совсем не так, как было. Так, покидаем мы Манхэттен. Покидаем. И, да-да-да, это то ли Бруклин, нет, это Манхэттен Бридж, по-моему. Покидаем мы Манхэттен и езжаем мы в Бруклин. Здравствуй, Бруклин. Здравствуй, Бруклин. Немножко мутное окно грязное. Да, это мы едем по Манхэттену, потому что вон там вдали, Бруклин Бридж. Вот туда мы ездим гулять. Вон там карусель, туда вот, в парк. Вот в этом таком кубе, стеклянном кубе, это карусель. Вот так, что-то. Это так, что, если у нас подсчет, это как бы я? ... ... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Учеба, работа, вождение, иммиграция, ассимиляция, адаптация, преодоление трудностей, родительство, учеба, школы, американские школы, американские университеты, ну все на свете. Я прошла свой долгий-долгий путь и вы пройдете. Пока-пока.